По войне, которая надвигает, которая уже идет на самом деле. Вы помните схему мастерская, плодовая, банка, да? Эта схема возникла сразу после развала Советского Союза, когда фактически мы согласились на вступление в мировую торговлю на правилах, которые мы не задаем. Когда, помните, начали распиливаться заводы, потому что их на металлолом оказалось продать выгоднее, чем производить вообще что-либо, да? Это было связано с курсовой разницей между национальной валютой и мировой платежной валютой. Значит, смотрите, какую схему хотят на данный момент сохранить тех, кто выступает сторонниками сохранения действующей модели. Модель, вот вы помните, наверное, классическую модель из учебника трех сословий. А хочется помнить действующую модель, мировой банк, да? Ну, более политэкономическую модель, то есть распределение благ и труда. Вот вы помните, была классическая в учебниках, ну у меня точно было в учебниках, да, значит, было у нас высшее сословие, у нас было что? Духовенство. Нет. А, знать. Да. Знать, по-моему, плюс духовенство, да? Потом были зависимые крестьяне и кто? Крепостные крестьяне, да? В общем, здесь было податное население, да? То есть те, кто выплачивал ренту со своими труда, то есть у меня сейчас важен экономическое модель. У учебников у нас принято просто, ну вот было, так оно и было, да? Здесь было, соответственно, знать духовенство, да? Где-то там наверху был начальник. Ну, у кого-то царь, у кого-то, может, все, начальник, да? То есть, соответственно, знать получало от высшей власти какое-то бизнес-управление, да? И духовенство, которое тоже было субъектом экономической и хозяйственной деятельности. Вспомните, какие были монастыри? Луга, и да, и да. Вот. И было податное, 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 как правильно, короче, те, кто подданит, да? То есть на самом деле налогоплательщики, да? Которые вообще всю эту катавасию оплачивали. Которых было, ну, если мы не берем, как бы, советскую, российскую модель дробиционных, да? Варианство было 0,5%. Ну, вот считайте, кто как бы это. Это все оплачивали. Потом оно все немножко разлагалось. Вычлились отсюда пролетарии, то есть крестьяне, которых оторвали от цехи, забрали землю. Ну, в Германии это сделано только путем огораживания, помните, да? Был такой процесс, когда как бы скоту отдали землю, крестьян согнали, они пошли в города, стали рабочими на заводах, потому что заставить человека работать на заводе, особенно в условиях 18-19 века, было очень сложно, потому что там катастрофа руку оторвала, и тебя выкинули на улицу. Ну, вспоминайте классическую литературу британскую, французскую, американскую, потом, как зарождался капитализм, да? Ну, то есть, Джека Лондона прочитайте пару романов, все, поймете, как она была устроена. Или вот этого британского, который правил беспризорных, как бы у нас, Диккенс. Диккенс. Это все как бы у них отлично. И вот в 20-м веке, то есть, на самом деле, эта модель, она, как доказывали на выплате марксизма-реанизма, ничего не изменилось, это был вопрос, кто будет получать добавленную стоимость. То есть, каждый товар, он состоит из трех частей. То есть, себестоимость производства, ну, столько, сколько стоит этого произвести. Потом дальше, промышленная надбавка или индустриальная, то есть, сколько хочет заработать человек, который это произвел, и торговая надбавка, то есть, сколько хочет заработать человек, который это доставил, продал, обеспечил, ну, в конце концов, продал, да? И вот себестоимость товара, как это мы выяснили на прошлом примере, из электричества, на самом деле составляет незначительную часть. А вот эти вот торговые нагладки, это вы можете видеть на примере, например, алкоголя в крымских магазинах, до Нового года. Я изучаюсь очень предметно. Прекрасной крымской водки малина, ну реально хорошая водка, стоила, по-моему, около 150 рублей. Сейчас она стоит около 250 рублей. Вопрос, откуда возникла эта торговая нагладка? Как она появилась? Малина подорожала. Это просто пример, он виден во всём. Он виден, например, в авиабилетах. Почему такое же расстояние, как до Крыма, с какой-нибудь город, например, нефтяной, пролететь такое же расстояние, а билет стоит 2 раза. Почему? Ну, потому что там живут листьяники, из которых надо вытащить деньги. А здесь всё-таки регионы самые богатые люди живут, здесь нет уже д-сообщений автосообщений. И вот в 20 веке наши с вами предки, вооружившись на тот момент передовым знанием марксизма, превратив его в политическую практику вининизм, предложили модель государства, где основным собственником, то есть вот наши орудия труда, да, то есть начинают мотылить и заканчивая, где сам выступает государство. И вот этому государству уже принадлежит каждый персональный гражданин. вот вспомните, как происходил обмен, вот, прекрасный фильм по семейным обстоятельствам, по-моему, да, когда пытались идти разменять квартиру. Видели же, да? Это мы считаем, что люди меняли квартиру. Нет. Это квартиры меняли людей. Ну, понимаете, в чём разница между тем, когда есть твоя собственность, и ты её с кем-то обмениваешь, либо продаёшь, покупаешь, либо когда ты живёшь в какой-то государственной собственности, и тебе нужно сделать схему, чтобы государство поменяло из этого, ну, сюда, да? То есть, соответственно, модель, которая подразумевала, которую родила, ну, советская власть, да, оно привело к тому, что государство было основным экономическим группом, который контролировал порядка, ну, 100%, ну, может быть, 90%. Вот было две республики, где была разрешена частная собственность, и это самое полностью, это была Армения и Грузия, это как особые были экономические зоны, плюс в разные исторические времена было разрешено, например, Артели, например, Сталинская модель, которая считается наиболее такой эффективной экономической моделью, и там была разрешена частная собственность, ну, например, мелкая пустарная производство, да, то есть и мог даже выступать подрядчиком этого всего. И вот эта модель, когда государство было инвестором практически всего, привело к тому, что вот эту вот добавленную стоимость, которую раньше распределяли между собой и получали выделенные классы, да, оно как бы сконцентрировало государство, это позволило государству сфер концентрировать усилия, несмотря на полный разгром в ходе гражданской войны, ты же понимаешь, что там сто лет назад, после гражданской войны, вся Россия, весь Советский Союз представляла себя вот нынешний Донбасс, ну, просто так, и в Царицыно в своей войне в Волгограде война шла, и в Архангельске это все было, и в Крыму туда-сюда бегали, да, переход формовали, и Одесса переходила 20 раз в группе, то есть вот такой хаос был везде, да, государство даже в ходе глубочайшего кризиса сконцентрировало себя сто процентов, это же происходило не сразу, сначала был там объявлен НЕС, то есть каким-то образом наоборот государству стало меньше, да, стало больше, но государство, которое сконцентрировало почти монополию, создав на производство средств производства, это позволило саккумулировать громадные ресурсы, которые направлены в ликвидацию безграмотности, Целину, БАМ, то есть проекты, которые частный капитал вообще не способен поднять, обратите внимание, почему в космические программы способны, вот, Советский Союз совершил прорыв в космосе, абсолютно, до сих пор мы живем на заделах Советского Союза, но как только пустили частный капитал в американскую систему, оно выразилось во что? В космический туризм, ну то есть собирать с богатых людей бабки, чтобы они себя почувствовали хорошо, полетав на орбите или еще где-то. Отличие государственного капитала от частного капитала находится как раз в психологии поведения. Частный капитал, так как у него является владельцем конкретных человек, который имеет физические отношения в жизни, вот именно физические, да, вот сколько, у него есть вот, человек начал заниматься бизнесом, да, к сорока годам, например, он стал олигархом, да, либо, например, он является наследственным олигархом, то есть он в 25 лет вступил в активную социальную жизнь, да, и, как это, у мужчин это тянется, когда он начал там терять потенцию, да, ну не интересный уже бизнес, да, он уже, то есть вот 30-40 до 50 лет активной жизни, деятельности, да, поэтому очень часто, чем делают представители частного капитала, да, вот он делал, делал, делал что-то, а потом так все на благотворительность, да, ну вот, бывает же такое, бывает. Дело в том, что частный капитал не способен проектировать дальше, чем одна человеческая жизнь. Вот, все, вот он упирается, потому что он видит, это, кстати, тоже очень хорошо описано у Драйзера, трилогия «Финансист» и там «Стоик», да, о том, как эволюционирует представитель частного капитала, да, и в результате он, как бы, тоже ударяется в искусство еще каким-то, ну, имеется в виду по отношению для этого человека, потому что он ограничен своими физическими возможностями, как человек. Поэтому, когда появилась вот эта вот модель государства, как главного акционера, всего и всяк, это позволило запустить социалистический проект, который характеризовался тем, что материальные блага, вот та самая добавленная стоимость, да, оно распределялось относительно справедливо между всеми членами общества, у которых было взаимоотношение прямое с государством, потому что гражданин, как писал Мойковский, смотрите, завидуйте, я, гражданин Советского Союза, то есть он лишился прокладок государства, которое обладает всем, да, и государство с ним начало делиться какими-то социальными вкладами. Мы, кстати, могли с этим столкнуться на примере, например, так как в российской модели доля государства во всех, если говорить, совокупных активах, ну, где-то, кто-то говорит 30%, кто-то говорит 50%, да, ну, то есть смотря где как, там, в нефтегазе, ну, больше, да, вот там, где-то потеряли, да, ну, вот так, до 50% доля государства конституционера, в Беларуси доля государства конституционера около 70%, то есть выше. Конечно, нет, как бы, вот уже вот этой вот доли, которая была в советской модели, но к чему это привело? Это привело к тому, что модель, которую запустили наши предки сто лет назад, стала сверхпривлекательной. Вот если вы вспомните 30-е годы, американцы едут в Советский Союз, британцы едут в Советский Союз. Это считалось страной вообще нереальных возможностей, где государство, вот если государству интересно построить железную дорогу, блин, оттуда до сюда, да, оно это сделает, это привлекает людей авантюрных, да, это точно так же в свое время застраивался наш регион, на то, что широко называют Новороссия и Даврида, да, то есть государство открыло ворота, пожалуйста, кто? Дерибас, пожалуйста, Воронцов, заходи, твори, делай, что хочешь, да, ну, вот как осваивался весь этот регион, Сибирь точно так же осваивался, Целина точно так же осваивалась, да, ну, по такой же схеме. И государство, которое стало главным акционером, оно смогло построить вот эти вещи, которые не могло сделать вообще никто, да, это, кстати, видно очень хорошо на примере, в Москве же бываете часто, знаете, сталинские высотки, да, знаменитые, которые вот, Москва, все здание ГРУ, здание бывшей гостиницы Украина, здание МИДа, два жилых дома, один на Котельнической набережной, ну, то есть вы знаете. Вот обратите внимание, казалось бы, технологии ушли вперед намного строительнее, дом построить проще, технологии именно инженерные тоже ушли вперед, да, но почему никто ничего не может построить аналогичного? Мы же как бы прошли вперед, да, но построить подобное монументальное и при этом общественного значения здание мы не можем. Почему? Потому что для того, чтобы понять, какой строена улица, в чьих интересах, нужно понять по тому, какие строятся здания. торговые центры, молы, то есть потребительская модель, да, вот какие у нас построены замки за последние 25 лет, да, это замки потребления, то есть если МГУ это замок знания, то теперь замок потребления. Это же даже можно по окружению, вот я сегодня ехал в Симферопольске, ну, видно как бы автосалоны, торговые центры, кабаки, да, то есть, соответственно, вот общественное богатство и деньги в экономике, они инвестируются туда, где это сейчас востребовано государство. Ну, государство говорит, стройте торговые центры, окей, давайте строить торговые центры. В Китае государство говорит, стройте производство. Поэтому там возникают, как грибы после дождя, именно всякие разные производства. И вот эта вот модель, которая образовалась в начале 20 века, она всем казалась утопичной. Ну, потому что казалось, что это... И получилось, что этот эксперимент стал очень заразным. Начали возникать социалистические, красные, пророссийские, называйте это как хотите, партии во всех регионах. Вот даже вот, вы не знаете, знаете, вы об этом не знаете, например, коммунистическая партия Западной Украины, в период между Первой и Второй мировой войной, это была одна из популярнейших партий в межвоенной Польше. Ее даже запрещали, потому что она побеждала на выборы. Потому что она была две идеи. То есть, москвофильская, ну, связь с большой, да, и плюс еще и коммунистическая, как имеется в виду, справедливость, да, вот этого, что государство может быть справедливым. Я вам напомню, что Прибалтика вошла добровольно в состав Советского Союза. В Испании практически победили, как бы, ну, в Африке сколько возникали. Латинская Америка до сих пор оставляется форпостом вот этой, вот этой вот модели, да. С чего начало качалось? Национализация нефтяных активов, да, то есть, возвраты государства как главного акционера. С этого уже начинал Фигель Каструкс. Этим же сейчас пытаются заниматься китайцы, вы видите, ну, у них сейчас уже пошла обратка коррупция, поэтому у них очень жесткие наказания, вплоть до смертной казни. Что на это ответили? Ну, фактически, значит, в соревновании было понятно, что эксплуатировать старую вот эту модель классического капитализма, когда есть очень низкая прослойка, которая паразитирует на добавленной стоимости, невозможно. Поэтому нужно придумать нечто альтернативное вот этой вот модели. И придумана была модель, она возникла по результату Великой депрессии, которая плавно перетекла в Вторую мировую войну, на которой американцы очень хорошо заработали, подняли свою индустрию и промышленность, и плавно перетекли в Холодную войну. Концепция среднего класса заключается в следующем. Значит, внутри государства образуются частные такие паразиты. Это корпорации. Вот мы сейчас рисуем модель. Я говорю государство, я в первую очередь говорю экономика. Вы же понимаете, я говорю в первую очередь экономика. Там возникают частные паразиты, частные корпорации. Частные корпорации это фактически государство в государстве, которое втягивает в себя наиболее социально активных, талантливых и нужных людей. Но частные корпорации пронизывают мировую систему насквозь. Для нас есть границы, а для работника Майкрософта границ нет. Потому что у него есть рабочая виза, ему сегодня в Вьетнам, завтра в Москву, а если Майкрософт посчитает, что ему нужен 2,5 миллиона рынок Крыма, он откроет здесь представительство. Не переживайте. Просто для Google слишком маленькое. У меня не работает почта, у меня платный Google. Он не работает в Крыму. Ничего страшного. Мелочно, неприятно. Но не к тому, что Google любит, не любит. Он просто ссорится с федеральным правительством США из-за 2,5 миллионов. Ну, согласитесь, это ничего личного, просто бизнес. И вот так вот образуются вот эти вот транснациональные корпорации, которые тоже концентрируют сверхприбыль, которые национальное государство у них изымает в виде налогов, в виде еще чего-то, и которые подкармливают социальный слой иждивенцев. Около 8% в США живут на пособия. Те или иные. Но если в советской модели государство заставляло работать, поэтому ключевая позиция была такая, у нас нет безработицы. Что это значит? Что мы все заставляем работать. В том случае модели государства-корпорации, тут много, если говорить о схеме. у них тут нефтяная, компьютерная, оборонная и так далее. То есть, получается, вот смотрите, такая матрешка. Вот есть государство, Соединенные Штаты Америки, в которой сконцентрирована политическая воля. они как бы правят миром. Но реальный доход уходит частным корпорациям, которые номинально находятся там, а фактически они распалены по всему миру. И в результате получается, что интересы государства, в том числе становятся интересами частных корпораций. Почему? Ну, потому что интерес в разработке сланцевого газа, потерянного на территории Украины, это были интересы частных корпораций, которые обеспечивали весь внешнеполитический субъект Соединенных Штатов Америки. Аналогично происходит, например, с российскими корпорациями. В России просто государственная корпорация, в России такая мутировавшая модель. То есть Госпром все-таки государственная корпорация. Смотря на то, что корпорация, потому что государство там контрольный пакет. И вот в определенный момент вот эти вот мега корпорации, они на самом деле произвели революцию в мировой политике и политэкономии. Они стали диктовать интересы национальным правительствам. Вот скажите мне, вот кто такой этот несчастный президент Франции? Ну никто, да? А вот французские корпорации, это очень даже инструмент влияния. Причем корпорации, смотрите, к чему я хочу отослать вас. Это не изобретение даже 20-го века. Все освоение Британии своих колоний осуществлялось посредством пост-индской компании. Ост-индская компания, это была частная контора, где были инвесторами, кстати, члены королевской семьи. Но также были крупные промышленники, крупные торговцы. И они скидывали. Значит, государственная семья давала влияние, торговый капитал давал суда, промышленный капитал давал ружья. Еще на деньги набирались авантюристы, которые ехали в Индию, уничтожая и брали под контроль какую-то. Прибыль получала Ост-индская компания, лояльность обеспечивала Великобритания. Но так как там находился финансовый центр, товары все равно стекались туда. Понимаете, да? А народ, об этом тоже, кстати, много писал Венин, что бессмысленно рассчитывать на пролетариат, например, германский и британский, потому что он точно так же живет с колониального захвата и освоения территории. Просто концепция среднего класса это концепция распределения сверхдоходов среди широких слоев населения для того, чтобы им не устроили социалистическую революцию. Потому что ее боялись очень страшно. Ее нереально боялись. В Италии она уже фактически состоялась, когда убили премьера Альдоморы. Южная Европа была вся красная. Латинская Америка была вся красная. Поэтому запустили концепцию среднего класса как модель распределения финансов частных корпораций среди широких слоев населения. Это в разном происходило. Оно происходит, например, по двум схемам. Первая, самая простая схема, это социальные выплаты, то, что называется вэлфер, ну, штабы. Вторая схема, это дисконтные программы. Например, евреи, приехавшие в Германию и посетили, у них есть специальные магазины, где он покупает те же вещи в несколько раз дешевле, чем они продаются на рынке. То есть это же посленный социальный пакет. Это проявляется в массе разных вещей. Особенно, если человек попадает на службу в корпорацию, то это фактически ты уже вырос. На всю жизнь у тебя обеспечена, главное соблюдать лояльность и ты будешь обеспечен всем. Но, в чем получился парадокс? Эти две модели, они были успешны. То есть модель советская и модель, я пользуюсь терминами философа Зиновьева Александра. Ну, это уже есть советистская модель и западистская. Ну, чтобы никого не обижать, вот две модели. Вот до тех пор, пока они были конкурентные между собой, они были эффективны. Советская модель схлопнулась, союзная, мы сейчас это не обсуждаем, но фактически в том числе и в ходе предательства элит, которые потом свое предательство легитимизировали с помощью приватизации. Ну, что это значит, да? Ну, со всеми поделились квартирами. Суть заговора заключалась в следующем. Мы отдаем в частные руки собственность и производство, но для того, чтобы вы не бузили, вам всем квартира. Но вы автоматически становитесь соучастником этого процесса. Все, ну, извините меня, Коломойскому достался там аэропорт севастопольский, да? Ну, а вам квартира. Все, мы соучастники, мы повязаны. Мы повязаны в этом процессе, все граждане. Вот все, кто в этом участвовал, они повязаны. Соответственно, после того, как государство перестало быть стопроцентным собственником, модель поломалась, но она поломалась физически, потому что все, ее нет. Почему это привело, вы можете видеть на примере Крыма, да? Который был просто витринной, разгосударственной всего, чего можно. Я удивляюсь, как еще удержались эти массандровские виногросские компании, да? Вот как они удержались. Хотя напрашивается, чтобы она была распилена. Человеческий факт. Ну, я понимаю, но я имею в виду, что это удивительно, что она удержалась. Мои были очень серьезные. Да, конечно, больше. О чем мы речь? Мы все журналисты Бойко помогали посмотреть, потому что там страшное дело. О чем мы речь? Ну, на примере металлургии украинской можно там видеть этот Мариупольский залог, который держался до последнего с помощью Бойко. Вот он до последнего держал, держал, делал акционеры. Но потом мы все равно съели. Его съели и его скаут. Смотрите. И вот после того, как эта модель накрылась, вот эта модель стала тоже бессмысленной. Вот почему? От нее просто частная корпорация, раньше государство держало в узде почему? Что пугало с одной стороны красной угрозой. Сейчас вот тут вам устроят и все у вас отберут, национализируют. С другой стороны, было понимание, что нужно держать в узде тот самый средний класс. Последние 20 лет вот эта модель общества потребления сокращается как шагреневая кожа. Посмотрите, что происходит в Греции, в Испании. Что происходит в Соединенных Штатах Америки. Корпорации начинают уводить деньги в государство. Короче, никакого смысла делиться не стало. Потому что нет красной угрозы и вообще это все бессмысленно. Тем более мы стали транснациональными корпорациями. Поэтому мы можем размещать производство здесь, находиться здесь и так далее. Мы стоим перед шагом большого краха западницкой модели. Так же как и советского. Потому что это были близнецы Брайна. Ну два полушария мозга. После того как одно отберут, второе еще какое-то время проживет, но оно тоже гарантированно отомнет. Западницкая модель, крах ее будет таким же как крах советской модели. То есть сокращение социальных программ, массовая безработица. Все, что мы видели только в их условиях. Оно уже происходит, классический пример, это современная Греция. Которую накачали кредитами, делились со всеми людьми. Ну как бы рано или поздно этот смысл этого всего потерялся. Ее сняли с этого самого. Безработица порядка 30%. Ничего не судостроения. Все принадлежит частным корпорациям. Береговые, в этом смысле как в Крыму. То есть все распилены в береговую зону. А как при этом финансовая и резервная система? Ну смотрите, я говорю в первую очередь о хозяйстве. То есть то, что обеспечивает нашу жизнь. А финансовая система то, о чем мы говорим в первой части. Что это глобальный банк, который как казино раздает всем деньги. То есть мы его не контролируем. Германия не может забрать. Германия печатает свою еру. Они золото забывают. А бумажки они раздают на лево и на право. А золото нет. Бумажки это же как в грим-менеджере. Пока мы согласны с тем, что она деньги, она деньги. Но как только мы перестали бы с этими согласны. С бумажками понятно. Ну а что мы же не будем в золоте торговать? Мы же не можем вернуться в... А от чего это в России вообще золото такой валютный запас вылечивает? Не из-за поддержки своей нефтенной валюты? Золото это то, что обеспечивает валюту. Обеспечивает. Но расчеты все равно проводятся в валюте. Какие мы это видели? Но эмиссия российского рубля прямо привязана к нефтегазовым ценам. Ну то есть, что это значит? Что при цене 120 долларов за пароль, доллар будет стоить 15 рублей. А почему? Потому что у России плановый бюджет. Не было 15 рублей. Стоило так нефтегазовым ценам. Я помню 20 рублей. 23. Было. 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 Ну почему? Потому что Россия находится внутри такого же финансового пузыря. Потому что вот как только все ресурсы в мире будут торговаться, например, за рубли, тогда уже можно будет свою курсовую делать и в этой модели. Было три валюты. Об этом мало что задумывается, но их было три. Возьмите. Была валюта внутренняя, наличная, где суммы сделок редко превышали десятки тысяч. Это вот там черную Волгу купить или кооперативную квартиру. Да, там сколько? 12 тысяч могло стоить максимум. То есть сделки на наличном рынке валюты не превышали тысячи. Но был еще рубль безналичный, которыми пользовались между собой предприятия. Там шли вопросы сделки. Десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Представляете, там какой-нибудь калиный завод, металлургический, поставка, контракт на поставку, чему-нибудь там на судовер. Понятно, что это миллион. Но. А, и был еще третий рубль. Рубль инвалютный. Это то, с помощью чего Советский Союз торговал. Вот у инвалютного рубля курс был 60 копеек за доллар. Но это не значит, что вы можете взять свой рубль и пойти отменять по 60 копеек за долларов. Нет. Почему? Потому что несмотря на то, что это все был один рубль, на самом деле это было три разных валюты, которые между собой не пересекались. Вы не могли, будучи директором завода, те миллионные сделки, которые проходят у вас, каким-то образом конвертировать свои рубли. Нет. Вы могли какую-то маленькую часть. Ну, вы имели проблему с ублых лесом, и вообще не было частных счетов. У вас же не было счета, как сейчас. Вы можете открыть в десяти банках счета, да? И получать от других субъектов предпринимательства себе как бы деньги. Нет. У вас было два счета. Один сберегательный счет, сберегательная книжка, да? И второй счет, который на работе, у вас было личное дело, откуда вычислялись налоги, ну и все происходило, вы только в кассе получали свою наличную валюту. У американцев точно такая же система. Потому что доллар, который происходит, торгуется на бирже, это вообще одна цена, да? Это один доллар. Тот, который уходит где-то здесь, это совершенно другой доллар. Вот. Так не будем упадеть, я не хочу сейчас трогать эту часть. Я поняла. Значит, вот эта модель схлопнулась. Но! Как ее схлопнуть для того, чтобы не возникло бунта, смены власти, смены элит? Потому что западнистская модель, она построена на династии. То есть, если династия контролирует сталилитейную отрасль в Германии, то она контролирует ее уже 120 лет, от внука к деду. И собирается еще контролировать. Ну, кто-то постоянно проигрывает, появляются новые люди, вроде, например, айтишной олигархии. Ее не было еще 50 лет назад, да? Айтишной, компьютерной. Сейчас она появилась. Кого-то вытеснили. Угольных магнатов согнали на обочину. Но в целом это порядка там, в штатах и исследования называют 300 семей, да? 300 семей, которые правят экономикой, да? И хозяйством. Ну, пока нет. Для того, модель потребительская, это очень возвращающая модель, связанная с тем, что человеку хочется все время больше и больше, да? Если 20 лет назад нормой внушили, что должен быть обязательно автомобиль в семье, да? 15 лет назад это уже 2 автомобиля обязательно в семье, да? 10 лет назад, значит, 2 автомобиля, а тут желательно еще спортивные, да? Ну, вот как-то так. Постоянно повышаются запросы у людей. Это идет гонка запросов, которые компенсируются инфляцией, потому что все постепенно дорожает, 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 поэтому ты должен включиться эта белка в колесе, вот так вот бегать за этими новыми айфонами. Зачем? Нормальному человеку вот за 5 лет последних не менялось 4 модели айфона, да? Принципиальной потребительской разницы между первым и последним, принципиальной нет. Но, тем не менее, если человека, я знаю много таких людей, покупали себе каждую новую модель, да? Они потратили порядка 5 тысяч долларов. Ну, за все там 4 модели, которые были, да? Ну вот. Куда ушли эти деньги, да? В экономике они не присутствуют. В хозяйстве они тем более не присутствуют, да? Вы оплачивали бренд, да? Ну, реально бренд. Уже произведено это в Китае. Деньги уходят в штаб-квартиру, где она там находится, в Калифорнии. А вы как бы потратите, но вам, находясь в нынешних экономических условиях, для того, чтобы заработать 5 тысяч долларов, нужно продать там 500 тонн баррелей нефти, да? И что получается в ходе этой торговой системы? Что 500 баррелей нефти или сколько? Ну, надо пересчитать просто, чтобы было правильно. 5 тысяч долларов по цене 50 долларов за баррель нефти, да? 100. 100 баррелей нефти, да? Сколько надо потратить усилий, пробурить, выкачать, доставить и так далее. Чем это отличается на обмен Манхэттена на пару кремниевых оружий? Ничем не отличается. То есть, с каждым из нас происходит вот эта вот индейская сказка, которая произвела с индейцами, на примере всего. Вот как мы разбирали пример Моршинской выборы. Смотрите. Но есть проблема. Человека, которого присадили на потребительскую модель экономики, оттуда надо как-то спрыгнуть. Но чтобы он начинал чувствовать, что на самом деле один машина в семье, это не так уж и плохо. И то, что я квартиру отдам за долги, ну например, набрал кредит, как все кредитовались, там куча недвижимости, половину отдать. Как это можно сделать? Никаким образом, кроме как страхом войны и потери физической жизни, добровольно человек на это никогда не пойдет. Поэтому наши бледнолицые братья из США реализуют очень простую схему. Они намерены устроить в остальном мире такой ад и трэш, ради которых собственные граждане пойдут на любое затягивание поясов. Как это работает? В принципе, я это вижу даже на примере Крыма. Общаюсь с крымчанами, они говорят, ну слава богу, что у нас не так, как на Донбассе, да? Ну работает же? Ну согласитесь, работает. Вот. То есть такая же схема реализуется, да? Вот как поляки. Фу, слава богу, что у нас не как на Украине, да? Или белорусы точно так же. Вот абсолютно такая же схема запускается. На этом, кстати, построена всякая государственная модель Израиля, да? Чтобы все жители, даже арабы израильские, говорили, фу, слава богу, у нас не как в Палестине. Ну все, как бы отлично, лояльность обеспечена. Под этот шумок люди откажутся и от двух автомобилей, и от кредитного... Чем больше будет ад, угар и трэш, чем больше вы будете в телевизоре, мы что-то понимали, да? Чем же в телевизоре живет, в интернете. Вот. Поэтому это абсолютно прагматичная модель корпораций. В принципе, прелесть наших бредноливших братьев в том, что они... Они же протестанты, и у них очень прагматичное мышление. Очень. Вообще как бы. Кто с ними общался... Я как бы в студенческие годы общался с американскими протестантами с целью английской практики. Бесплатно. Возможно, с ним было много говорить на английском. Они очень прагматичные люди вообще. То есть они вот так вот. Как мальтермечников. Утром в день, вечером в студии, да? Они прагматики. Они вообще совершенно ни по поводу чего не заморачиваются. И поэтому вот эту модель свою западистку они будут демонтировать по классической схеме. Вот обратите внимание. Что Барак Обама назвал тремя главными угрозами человеческими? Россия. Россия на третьем месте. Иг. Бола. Иг. 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 И Россия. То есть боязнь физической смерти. Вот неведомый Бо. Что такое? ИГИЛ, который режет на камеру голову, да? И Россия. То есть старая добрая красная угроза как бы. Россия равно СССР и так далее. Империя зла и так далее. То есть они ничего не скрывают. Вот реально они ничего не скрывают. Они прямо говорят, мы будем всех пугать вот этими тремя вещами. То есть болезнью, как бы, Эболой. Спидом до этого пугают. До этого птичьим гриппом. Ну то есть это. Вот. Причем будущее, которое они проектируют. Они не скрывают. В чем их привязь? Вспомните апокалиптические все фантастику голливудскую. Как она устроена? Начиная от вспомнить все. Вот. Джонни Мнемоника и так далее. То есть это новое средневековье. Абсолютный. Хаос. Где чисткой жизни ничего не стоит. И корпорации. Единственное место, которое обеспечивает человеку безопасность, стабильность, еду. Ну и там воздух. Например, если там классический фильм со Шварценеггером. Вспомните все. Все фильмы, вот эти вот киберпанковские, они построены ровно на этой схеме. Что вокруг вас будет треш и угар. Где-то далеко, на острове, где-то спрятанное, будет место, где все спокойно. Куда все стремятся. Это островная психология. Британцы всю жизнь так действовали. А американцы являются их наследниками, философскими в первую очередь. Они тоже находятся на острове в этом смысле. Везде треш и угар. Где-то маленький кусочек, куда не всех пускают. Но обеспечить безопасность и нормальное место, вот там, где везде треш и угар, могут только корпорации. Вот если ты встроен в корпоратив, у тебя есть безопасность, ты живешь в хорошем месте, ну как относительно хорошем. Вспомнили все эти фильмы, пятый элемент, миллиарды этих фильмов. Собственно, они ничего не скрывают. Это не является тайным. И самое главное, что это не является ничем новым. Приблизительно в то же самое погрузился мир после краха Римской империи. Он был очень похож. И так возникло новое средневековье. А новое средневековье возникает за счет чего? Умирает политическая модель, которая была. И так как власть, она валяется под ногами, ее берут те, у кого больше воли. Поэтому где-то, может быть, образуется и нормальная справедливая республика типа Кубы. Но с вероятностью все-таки больше, образуется какой-то ад, трэш, где возьмут власть просто тупо бандиты, садисты и устроят классический армагедет. Новое средневековье. Поэтому вероятность скатывания в новое средневековье, она высока. Она реально высока, причем в ходе дробления, то, что мы обсуждали на первом этапе, мы это можем видеть даже на примере украинского кризиса. Я, например, не считаю схему, друзья, в фейсбуке. Я считаю, что Украины ее уже нет. Ну, во-первых, ее нет без Крыма. Ну, нет. Вот той Украины, которая... Потому что как? Был я, как пророссийский. Который всегда удерживал от скатывания даже электорального, откровенный национализм. Ну, Восток, да? Восток плюс Крым, да? Все, его нет. Дальше, второе. Вопрос о власти. Есть отдельный, вообще, шутку мы называем, Днепропетровским каганатом, да? Отдельная власть, которая принадлежит власть в Днепропетровской области, в Одесской области, в Запорожской области, да? Отдельно есть Республика Евромайдан. Ну, вообще, отдельно, с центром в Киеве, да? И отдельно есть ДНР плюс ЛНР, да? Союз Донбасса. То есть, вот, как минимум, вот, Украина, вот, как мы ее знали, да? Она уже разложилась на четыре субгосударственных образования, да? Ну, вот, на четыре, да? Одно ушло в юрисдикцию российскую, да? Ну, то есть, замена. Она тоже не происходила быстро. Вспомните, валютные все истории, чиновники. Сколько осталось бывшего политического класса украинского, да? Может, не поменяли на это самое, на абсолютно новый, да? Один ушел в транзитную юрисдикцию, то есть ДНР плюс ЛНР. Мы еще не знаем, какая там возникнет новая юрисдикция, какие будут правила жизни, да? Отдельно есть абсолютно неофеодальная республика у Коломойского на нескольких регионах, где его слово, значит, выше, чем любой закон. Ну, а что, нет? А до этого не было так? Нет, конечно. Нет, конечно, нет. Украина была плохой, но достаточно... Ну, вспомните, как Донецкие осваивали Крым, да? Они же его легитимно осваивали? Свой премьер, ну как? Да, они соблюдали все... И в централске, как положено, да? Нет. Ну, Могилева они интегрировали в качестве премьер-министра? Мы интегрировали. Людей своих землокеевки завезли, расставили по структуре? Расставили. То есть они соблюдали нормы права, да? У Коломойского же, ну как, он губернатор номинально, но де-факто он управляет несколькими областями. Плюс еще как бы центральная власть. Власть, государство, оно так и разлагается. Ведь эти вот рыцари, которых мы знаем потом по мифологии средневековой, кто это были такие? Была Римская империя. Она бац, ну в ходе кризисов разложилась. Был командир гарнизона, у которого стояло там 500 каких-то там воинов, да? Ну все, императора нет, никого нет. Что надо? Все, образуем какую-нибудь там Венецианскую республику. Бац, возникла Венецианская республика. Хотя вчера это еще была провинция Рима, да? Оно все растянуто во времени было, но происходило оно именно так. Именно по такой схеме. Здесь будет происходить аналогично. И вот на примере украинского кризиса можем видеть, что из себя представляют интересы частных корпораций. Вот приватбанк, я очень вам советую, кто изучает еще украинский кризис, это яркий пример того, как частный финансовый капитал забирает на себя функции государства. То есть переключает на себя все финансовые потоки, да? То есть все переводы, все денежные переводы. Все как бы уходит в одну финансовую. Потом приватизация остатков того, что осталось, контроль над портами, приведет-то к тому, что на Украине в этом году, кстати, Крым это тоже затронет. Надо уже готовиться. Будет сильный болот, потому что в силу падения национальной валюты внутренний рынок будет никого и не интересовать. Он будет копеечный. А учитывая, что в Украине все равно остается сельскохозяйственная республика, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Одесская области, все будет уходить на это. У людей не будет денег ни на что, кроме текущей, так их уже нету, потому что вот уже в Одессе буханка хлеба стоит 10 гривен, пенсия как была 1100 гривен, так и осталась. Ну, то есть ничего как бы и не поменялось. То есть покупательная способность пенсионера это 100 буханов хлеба. А продуктовость? А продуктовость все равно завязана. Ну, потому что мы вначале... В этом времени построим мастер. А дело не в мастер. Дело не в мастер. Дело не в мастер. Дело в том, что, как я уже говорил, Крым это точка отхода степи и моря. Соответственно, если здесь степи, хаос... Не так хорошо начались с ЕАЭС и закончили Волода. Я еще не закончил. Во-первых. Во-вторых, я обозначаю те вызовы, которые будут. Ну, как это коснется Крым? Я объясню. Голодные люди ломанутся везде. Началась война в Донбассе. Куда они поехали? В самые близкие регионы. В Крым и в Ростов. Ну, Ростов, потому что там ближайшие, как в Ростове. И Крым, потому что... Ну, все же хотели, как в Крым. Правильно же? Так они же там все перерылись и минировали. Ну, как? Ну, вы русские люди. Куда вы денетесь? Приедут голодные несчастные люди. Вы будете их выгонять, пулеметы будете ставить. Никто не будет ничего ставить. Все едут национально. Едут? Нет. Ну, едут. Трудки-трудки. Ну, а почему? Смотрите. В Польше кордон закрыт наглухо. В Румынии кордон открыт только для тех, у кого вторую паспорт. Сибирь пустая, а какая Польша? Ну, они не хотят. Они захотят. Понимаете, это спорный вопрос. Это можно говорить на примере. А можно я сведу тогда по этому? Вот у меня у друга, у моего одноза, в Николаеве. Фирма занимается трудоустройством. В Польше и России давно, уже много лет не занимается. То есть, можно что-то говорить не просто так, как мы там не туда хотят. Он говорит, он объясняет им, в России все там, зарплата, жилье вам, все вам будет. В Польше сейчас, он говорит, 300 зарплаты. Они все равно говорят, нам в Польше, нам это все не нужна. Все. Ну, смотрите, я бы не хотел сейчас, чтобы мы обсуждали предпочтение, да? Речь идет о законе больших чисел. Рынок 35-ти миллионный в условиях автономного развития не может существовать. Ну, вот просто физически не может. Он отграничен от России, отгорожен воюющим Донбассом плюс сворачиванием всей кооперации. От Польши он, как и был, от Евросоюза отгорожен. Ну, есть пара статей, где как раз облегчен экспорт, в том числе, кстати, сельское хозяйство, которое было все это выкупать. Оно невзлетаемо. Ну, вот в нынешнем состоянии, так сказать, неизлетаемо Молдова отдельно. Точно так же, как неизлетаемо Грузия сама по себе. Если бы это был рынок миллионов сто или сто пятьдесят, как Россия, да можно было бы говорить о самовоспроизводстве, да? Рынок 30 миллионов, тем более с оборванными связями с очень дорогими энергоносителями. Можете просто посчитать. Человек, который ездит на машине на данный момент где-нибудь в Киеве или еще где-то, да? Он потратит два раза больше денег, чем крымчане. Соответственно, это у него съедает в его доходах, это съедает в производстве. То есть, одному и тому же логисту, чтобы довести литр молока от производителя в Одесской области и производителя в Крыму, надо потратить в два раза больше себестоимости ГСМ. Вот вам результат экономической деятельности. Ну вот конкретно. Теперь это умножьте на 30-ти миллионный рынок, и вы увидите, что он просто будет... Ну, никакой мотивации не будет. Поэтому же Херсонские везут сюда все, что весь собрали урожай. Конечно же, им интереснее бы это все переработать, да? Ну, дорогие энергоносители, непонятная ситуация с правом собственности, ну, придут, приедут и берут что-нибудь. Ну, как бы, глаз положит коломольский, все, у тебя нет завода твоего, да? Или еще чего-то. Поэтому страна, погруженная в условия гражданской войны и глубокого кризиса, из нее вымывается вся продукция. Если вы посмотрите, мы с коллегами как раз обсуждали это самое, все смуты сопровождаются голодом. Вот вспомните историю всех смут. Все смуты сопровождаются голодом. На территории Украины идет классическая смута. Вот просто вот классическая, классическая, классическая. Люди почему-то считали, что как бы, ну, это расизм, ну, можно по-разному обсуждать. Не хочу показаться украинской войны, слишком много о нем говорят. Ну, это очевидно, что голод, да, наступит, потому что проели запасы, а сейчас ничего не посеяли и ничего не пожнем. А почему посеяли? Посеяли все нормально. Продадут все. А Украина посеяла все нормально? Нет, вот как раз посеяли только для того, чтобы продать, а не для того, чтобы съесть. Потому что для того, чтобы съесть, никто не работает с внутренним рынком. Никому ничего не... Они делают бизнес, они посеяли. А на людей нафиг наплевать, наплевать, да. И продадут все запасы. Поэтому, как бы, будет... Это априори. Будет война городов, селами. Сейчас подскать, что делать. Вот. Смотрите. Таких историй будет очень много в ходе крушения вот этой вот западнистской модели. И вот тут мы переходим, короче, к главному тезису, который у нас звучит. Про чистоту понимания. С журналистикой и агитацией мы разобрались. Вот все, что я вам рассказывал до этого, это все имеет отношение к журналистике и к агитации. То есть, как я это где-то увидел и как я это вам интерпретирую. Понятно, да? Теперь мы переходим к изобретенной нам категории. Под названием чистота понимания. Она родилась у меня в ходе жутких баталий в соцсетях. И вообще у нас там в комментариях и так далее. Как необходимость выделения того, что имеет значение и того, чем нам замусоривают целенаправленно мозги. Но это то, что мы разбирали на примере с курсом рубля. Вот вам загаживают мозги целенаправленно. А если вы с этим согласны и согласны играть в эту игру, значит у вас никогда не будет чистоты понимания. А когда вы отсечете все неважное и все оставит только то, что имеет значение, то тогда с вами прибудет, как говорили джедаи, чистота понимания. Смотрите. Современным человеком, конечно же, управляют средства массовой информации. Это правда. На этом построена вся модель общества употребления. Вот если советская модель была построена, что человеком управляли коллективы, тут я немножко отклонюсь для объяснения социологической модели земной, на чем был построен советское общество. Советистское общество, в отличие от западистского общества. Советское общество стояло из массы коллективов, в которые человек был включен на уровне общественных связей. То есть начиналось все с октябренка, а вообще еще и с детского садика, который сразу двигался на группу. И получается, что человек жил сразу в нескольких действительности. Вот есть как бы гражданин, и вот он жил в общественной действительности, он жил в профессиональной действительности, и он жил еще в коммунальной действительности. Что это значит? Вот представьте, жил по сто человек. Школьник, давайте школьник. Вот мы берем, например, школьника и взрослого человека. Вот он живет. Вот у него есть общественная действительность. Ну, школьник, да, общественная действительность. Значит, ты должен приходить на уроки в 8 утра, должен их выполнять, либо с родителями заниматься и ходить на протонку. А если ты этого не будешь делать, то что это у тебя будет? Нет, это профессионально, извините. Это вот он как школьник, да, вот он на грязном выполнится. Будешь школьник, попадешь в детскую комнату милиции, а если совсем будешь, значит, отрепьем, да, попадешь в спец... Ну все, и у тебя поломалась жизнь. Если ты попал уже на учет в детскую комнату милиции и в спецшколу, все, максимум ты будешь дворником. Ну все, то есть конец твоей карьеры. При этом у него была общественная действительность. Вы же помните, классы делились на звездочки. Оно же не имело прямого отношения к учебе, оно имело отношение именно к общественной деятельности. То есть тебя напрягает. Ты октябренок, станешь пионером. Для этого ты должен маршировать, знать стишки. Правильно? У тебя уже появляется начальник из числа твоих товарищей. Не учитель, а начальник из числа твоих коллег. Потому что вы же звездочки выбрали старшего, да? А еще и старосток у вас есть, еще начальник над начальником. То есть ты изначально привыкаешь к тому, чтобы жить в коммунальной среде. Это как микрогосударство. И еще коммунальная система. Коммунальная система – это то, что окружает нас в быту. Но школьника это мало касается. Например, касается тем, что тебя родители отправили в очередь за сметаной. Ведь на самом деле очередь – это важнейшее изобретение было советского общества. Очень жалко, что они закончились. Потому что это был момент общения советских людей. Ведь парадокс советской экономической модели был в чем? Был дефицит всего, но при этом у всех все было. Все искали зеленый горошек, но он был у всех, и оливье был у всех. Вот как это так, да? Почему? Потому что в западнейской модели происходит конкуренция за денежные знаки. То есть ты должен проконкурировать, чтобы заработать больше и купить себе, то есть потребить больше. В советской модели была конкуренция за социальные связи. То есть ты должен быть знакомым с директором или с мясником, и это знакомство тебе обеспечит то, что у тебя будет вывеска. Да, свеженькая? Или там, я должен получить профсоюзную путевку, я должен конкурировать в социальных связях с главой правкома, и он мне как бы подмажет. При этом все все получали. Конкуренция реально шла за то, что ты поедешь в себя в области, дети у тебя поедут отдыхать, или в Ялту. То есть если у тебя хорошие социальные связи, то поедут в Ялту. Если плохие, то в обычный пионер лагерь. Эти все действительности между собой пересекаются, да? Потому что, например, для того, чтобы получить путевку, в Артек можно просто бухать с главой правкома, да? Но фактически государства нет. Для того, чтобы получить, может быть, простой пионер лагерь ты и просто договоришься, да? Ну, по связи. А вот в Артек должен быть и отличником, то есть должен быть лучшим в профессиональной сфере, ты должен быть лучший в общественной сфере. И вот эта система отношений сопровождала человека на протяжении всей жизни. Потом он становился взрослым, более взрослым. Включая-то он заменялась коммунальная ячейка на комсомола или на пионерию. Потом была партийная ячейка на производстве. И заканчивалось все даже советами ветеранов. Ячейк вроде уже вышел на пенсию, уже все, ну пенсия, да? Нет. Ты еще будешь в совете ветеранов, и нагрузка будет, и еще и библиотека, да? Таким образом государство, которое было, как мы помним, стопроцентным собственником всего, оно воспитывало человека. А еще было супершкола жизни армия, да? Ну почему же было полное стопроцентный призыв, да? Это надо было пройти в модели государства. Человек постоянно крутился в этом государстве и чувствовал себя частью чего-то большего. Это приводило к чему? Это приводило к тому, что вот эта вот модель такой вот включенности человека в общественные ячейки, связанные напрямую с государством, в этой модели формировался другой тип мышления. Тип мышления производственного. Потому что когда ты включен в производственные взаимоотношения, вот почему те же большевики делали ставку на пролетариат, да? Уже человек, работающий на заводе, понимает систему взаимосвязи. Он может понять, как прямо зависит выпуск этого стола, да, с оборонной промышленностью России, да? Ну и вот такие вот более сложные вещи. Напрямую, конечно. Но просто, например, христиане это понять сложнее, потому что он всегда привязан к земле, и он мыслит категориями сезонов, да? То есть сменность, да, то есть урожай все равно взойдет, солнце, весна все равно наступит, да, неизбежность. И вот так вот из года в год жизнь протекает, и как бы, поэтому надо родить можно больше детей, чтобы они тебя обеспечили, и вот так вот оно движется, да? Это другое, принципиально. Поэтому же, кстати, почему отличались колхозники от фермеров, да? Колхозник двигается в логике коллективного хозяйства, да, где все являются соучредителями. И мы уже получаем нашу прибыль от того, что реализует этот колхоз. То есть человек всю жизнь это сопровождал. Эта модель рухнула. Все проблемы современной России и современной России заключаются в том, что за идеологическую модель была взята модель финансового успеха человека. То есть в этой модели человек мог быть успешным коллекционером марок, уважаемым, с доступом государству, ну то есть государство может выставки устраиваться, да? Может быть профессионалом успешным, даже коммунальным. Вспомните, это героиня из бриллиантовой руки. Нонны Мордюкова и Домкома, да? То есть человека государство не оставляло даже вот в этой сфере коммунальный дом, все равно у тебя будет Домкома. И у тебя будет глава Домкома, который будет тебя вот это вот, если ты, значит, был в круизе и не прочитал лекцию, а там был вырод контраста. То есть государство тебя достанет везде. Западницкая модель, то есть эта модель требует от человека успешности и социальных связей. То есть ты должен быть быстрее, выше, сильнее. Профессионально, общественно, лично, да? То есть можно же быть очень крутым организатором в отворе тем самым. То есть ты, может быть, и никто, да, в плане профессионального, но ты классный организатор, ты у себя в микрорайоне там организовал, и ты успешный, тебя еще в парке возьмут, ты карьеру сделаешь в этом. В хорошем смысле это у вас будет. Западницкая модель, так как она является потребительством, она построена на конкуренции за денежные знаки. Значит, к чему это была такая большая преамбула перед чистотой понимания? Когда мы работаем с нашей чистотой понимания, мы должны понимать, что наше общество сейчас находится, несмотря на то, что с момента крушения СССР пришло 25 лет, процессы общества, они проходят очень длительно. для того, чтобы процесс завершился, должно пройти поколение, около 25 лет. Оно очень, как бы, все медленно изменяется. Пока живо еще поколение, ну грубо говоря, я называю там мое, то есть я с 79 года рождения, плюс-минус 5 лет, которые еще имеют некий опыт задел и личный опыт родителей вот этой вот жизни, вот рамках вот этой вот модели, да? Оно еще, как бы, эта модель живет. Вот наше постсоветское общество, оно находится в транзитном состоянии. Оно находится в транзитном состоянии, запущенном в 90-х годах, да? Вот этой вот, как бы, финансовой мотивации, что лежит в основании схемы Западницкой. Я не буду рисовать схему западницкого общества, но она просто, как бы, там главная финансовая мотивация. То есть успешность человека – это количество денежных знаков, в которые он себя капитализирует. Вот наша постсоветская модель, российская, она находится вот в транзитной фазе, да? То есть вот в Беларуси оно более осталось таким, да? На Украине оно вот полностью ушло в эту либеральную модель. В Грузии оно полностью ушло в либеральную модель. Этот транзит напрямую связан с приватизацией. То есть чем меньше станционуется у государства активов и собственности в экономике, тем больше вот эта вот модель переходит к транзиту потребительской надуви. Но нам повезло. Нам повезло тем, что мы пришли к этому глобальному кризису, не переняв полностью вот эту вот модель западницкой мотивации. Вот греков, наших православных братьев, западницкая модель общества уничтожила. Уничтожила как суверенное государство, суверенную экономику. Греция всего 50 лет назад контролировала, по-моему, около 30% рынка гражданских маломерных судов. Они делали у себя катера, баржеры, яхты и так далее. Но подсев на вот эту вот иглу финансового либерализма, когда все можно, можно просто получить деньги, которые на что-то потратили. Все автоматически превратились в менеджеров, в рантье, в госчиновников. Все перестали хотеть работать. Этот рынок всего за 12 лет в Южную Корею. Сейчас Южная Корея основной производитель всех гражданских судов, в первую очередь маломерных. В том числе и баржи крупных судов. Эта модель позволяет выживать только корпорации. То есть человек в этой модели финансово мотивированный превращается в такого как бы, это тоже показано в тех же и голливудских, и в таком потребителе, у которого полностью убивается инициатива. Потому что в этой модели для человека требуется инициатива. У государства давай, 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 не останавливается ни в коем случае. Поэтому появились дауншифты, когда ты три месяца в Москве сдал квартиру в Москве и живешь в Универе. За счет разницы ты можешь себе это позволить. Но это же как бы мы никак не сделаем. Но в условии мировой войны, которую втягивают и втянут Россию. Ну я не знаю как ее в ГОСТовую, но в торгово-экономическую уже втянули. Санкций будет все больше и больше. Ну по одной простой причине, как я говорил, им нужно подрывать пути торговые. Им нельзя допустить торгового экономического союза с Китаем. Вот это вот как бы на этой ставках. Вот если кладовая с мастерской заключается в органический союз, все как бы, ну интересы те уже мимо кассы. У Китая сложно, у Китая ситуация похожая на украинскую. У них рынок 50 на 50, 50% рынка в Северной и Южной Америке, 50% рынка в Евразии. То есть им нужно как бы и с теми торговать, и с теми торговать. Ну с внутренних миллиардных. Их разрывает страшно. У Китая как бы, ну сейчас, кстати, там у нас под души Китая маленькая гражданская война происходит. В Мьянме, по-моему, есть такая маленькая республика, там уже боевые действия идут. Она маленькая, но какая-то не имеет значения. Вот, соответственно, государство, оказавшееся в ситуации мировой торгово-экономической войны, оказывается в очень сложном выборе. Смотрите, элиты, которые возникли после конца 90-х годов, в начале 90-х, потом развились, они привыкли действовать сугубо в экономику рассматривать как администрирование финансовых потоков. Ну что это значит, да? Нам чего-то не хватает. Что это значит? Надо взять это где-то и купить. То есть, в чем заключается государственное управление? Найти, где можно купить дешевле. В условиях, когда России будут обрезать, уже обрезают торговые потоки, где можно купить подешевле, возникает спрос на качественно другую элиту. То есть, если постсоветская, постсоюзная модель требовала людей с финансовой мотивацией, то есть, умеющих здесь купить подороже, продать торгово-финансовый капитал, то сейчас запрос на промышленный капитал. Потому что в условиях обрубания связи нет никакого выбора, кроме как организовывать у себя, у самого производства всего и вся. А это совершенно другой тип человека. Потому что человек, который умеет открывать филиалы банков, никогда не сможет организовать посевную. И наоборот. Потому что это разная мотивация, разное мышление и вообще разный управленческий поток. Поэтому в условиях торгово-экономической войны, мировой, она станет очень скоро мировой, но уже фактически стала мировой. Ждет жесткая, внутрилитарная разборка всех. И тут вопрос как бы, как произойдет эта смена элит. Потому что на самом деле Первая мировая война привела к жесткому кризису Российской империи именно из-за несоответствия элит к вызовам времени. Потому что общеизвестный факт, что, например, российские армии несли жесточайшие потери, в первую очередь за плохой организацией тыловой службы. Потому что зарабатывает. Потому что в Петербурге, это очень хорошо описано, кстати, у Геляровского «Москва и москвичи». Он описывает фешенебельное ресторан-казино, там же Егорный гор был. И как вот начиная с 2014 года начали появляться денщики-подпоручики-интенданты, которые проигрывали десятками тысяч рублей, были со своими дамами, а потом через два года уходили на дно, откуда они пришли. Потому что соблазн финансово-ориентированных элит в условиях любой войны, хоть яркой, хоть торговой экономической, хоть экономической, это жажда наживы. Вы можете видеть на примере украинского кризиса. Казалось бы, с точки зрения логики, нужно сконцентрировать все усилия и подавить Донбасс. Правильно? С точки зрения достижения результата. Но нет. Цель этой является заработать. Поэтому покупаются броневики из аксона. Поэтому вся эта дрянь происходит. Несуществующие стены строятся. Хотя не могут даже оборудовать границу с Крымом. Нормально. Не сделают это никогда. Почему? Потому что мотивация заключить ликвидационную сделку. Смотрите. Финансово мотивированные элиты проиграют эти войны. Почему? Потому что у них разрыв идентичности. Есть территория, где они зарабатывают деньги. А есть территория, где они хранят свои деньги. И где живут их отпрыски. Соответственно живут они, ну есть ряд небольших стран. Плюс офшоры островные, где они находятся. И вот у человека попавшие в эту ситуацию, у них происходит просто разрыв реальности. Потому что он последние 20 лет здесь все приватизировал. Организовывал. Организовывал. Делал в фирме прокладки. Регистрировал офшоры. Построил наконец-то себе особняк на берегу Женевского озера. Но его фиросплавы находятся в Днепропетровской области. А его бабки находятся в Швейцарии. И вот на этом шпагате он просто не выдержит. И таких будет очень много. Российских будет еще. Обратите внимание, как вот эта олигархия. Младые олигархи, которые в Камбоджу свалили. В Лондоне взяли. Они же оказались в такой же ситуации, что связной он здесь, в Москве и в России. Евросеть. Евросеть. Евросеть у него здесь. Бабки у него там. А жить он вообще хочет, я не знаю где-то. Вот его разорвало. Точно так же разорвало Березовского. Точно так же разорвал Агустинского. Вот такой вот разрыв элит, он уже происходит. Они лопаются, как вот перезревшие плоды, которые просто не выдерживают. Вы не говорите, как и самостоятельные личности. Ну они операторы. Ну они личность, ну погоди. Они личности. Человек, который заработал несколько миллиардов, без разницы в какой схеме, он личность. Он заработал, да? А. Нет, ну в смысле он нет. Понятно, что изначально он украл, да? Но он же, он не спустил это на этом саду. Нет, он управленец. Он управленец. Поэтому он и там. Ну конечно, он управленец. В другой вопрос, его мотивация сейчас-то нет уже. Но он талант, безусловно. Он талант. Без спорта. И как бы этого таланта еще будет очень сложно выпить из-под ног табуретку. Это надо будет сделать. Вот. Поэтому конфликт… И предложители работают на Россию. Не будут, наверное, работать на Россию. Ну кто не будет, тот кто не будет. Не будут. Не будут работать на Россию, потому что в России нет своего эмиссионного центра. Предложавщика нет. А для того, чтобы сделать эмиссионный центр, надо выйти из системы мировой торговли. А чтобы выйти из системы мировой торговли, надо изменить модель нефтегазовую. А на это никто пока не готов. Ну вот. То есть надо начать торговать всем спектром товара. Заключить союз торговый полноценный с Китаем. Тогда можно стать эмиссионным центром. Пока что это нереально. Нет доверия просто. Пока что рубль это внутренняя валюта, даже не Евразийского союза. О чем мы говорим. Вот когда постепенно в Турции можно будет рассчитываться, в Египте, еще где-то, еще где-то, еще где-то. Когда накопится, потому что мы в самом начале обсуждали, порядка рынка полумиллиарда, где будет иметь свободное отхождение рубль, тогда можно будет говорить о создании эмиссионного центра. Но я в это не верю, потому что русские не самые лучшие финансовые администраторы. И никогда они ими не были. И я не верю, что было, потому что надо иметь определенный склад ума. Мы возьмем на работу таких же. Ну, это не наше. Один раз уже взяли. Каждый должен делать то, что он умеет делать. Каждый должен делать то, что он умеет делать хорошо. Это не главное. Поэтому конфликт элит на элиты финансовые, которые разрывают на шпагат, элиты промышленные, которые заинтересованы в производстве здесь и сейчас, но которые связывают себя с этой территорией. Это, кстати, очень хорошо видно на примере Донбасса. Единственный олигарх украинский, который не сбежал в Киев или за границу. Это товарищ Ландик. Он сидит у себя в родной Луганской области. Отец, да. Выстроил отношения с властями. Как-то налоги выплачивает. К нему обращались. Надо было изготовить что-то для военных. Какие-то запалы условные. И не избирать. Он в том числе и сотрудник работает. Сам управляет. А все остальные инвесторы, хозяева, которые вешали все георгиевские ленточки, рвали рубаху за Донбасс. Они все эмигрировали. Вот вам пример, как будут действовать элиты финансово мотивированные в условиях граждан. Они все эмигрируют. Они эмигрируют. И с ними произойдет, ну, ситуация произойдет очень похожая на ситуацию, в которой оказались большевики. Они как бы вроде власть взяли, а все управленческие элиты свалили. Ну, они уехали. Кто из Севастополя, кто из Одессы. Ну, последние пароходы, которые загружались, да. А теперь представьте это себе в рамках всей хозяйственной деятельности, если мы выдернем управленцев по всей этой системе. Система рухнет. Система рухнет. Она рухнет очень похоже, как рушится сейчас украинская система. В этом, для примера, просто так же до этого рухнула молдавская, до этого грузинская рухнула система. Потому что люди с финансовой мотивацией сняли последние сотки, свалили к своим капиталам. А те, кто приходят на смену им, будут либо вообще популистами страшными. Ну, как на первом этапе были большевики. Потому что ничего нет в экономике. Вообще ничего. Единственное, что можно обещать, это рай на земле. То есть землю, фабрики. Ну, а ты ничего другого не сделаешь, да. А после того, как они станут популистами, у них не будет никакого другого выбора, кроме как устраивать диктатуру государства. Я сейчас не хочу говорить о пролетариате, потому что, знаете, если мы посмотрим на кадровый состав большевиков, там пролетариата было, на самом деле, воршилов там, буденый. Да там низкий процент. Ну, это был нормальный срез общества с российского. Там были и адвокаты, и там, и учителя, и военные, и так далее. И дворян было очень много. Но диктатура государства, то есть вот то, что мы возвращаемся к схеме номера. Один, да, когда государство является, напрямую имеет дело с гражданином. Потому что государству условия мобилизационной экономики, а государство не выживет внутри мировой войны без мобилизационной экономики, нужен новый тип элитария, промышленно ориентированного, и новый тип гражданин. Но, как мы помним, из вот этой вот крака советской модели общества, государство где-то там не справилось. То есть никто из советских людей не вышел защищать свою государство. Ну, вышел, но единично, да. Ну, не вышел уже, не вышел, да. Люди расслабились, потому что им было комфортно в своих вот этих социальных нишах. Общественных, профессиональных, коммунальных, все же хорошо. А еще, я говорю, приватизации включили в, соучастниками сделали в сделки по продаже государства. Ну, стали соучастниками стали, ну, извините, как бы. Государство, которое перейдет в мобилизационную модель управления экономикой, оно будет рекрутировать новый тип гражданин. В принципе, этот тип гражданина, как тип, он описан лучше всего, наверное, у Островского, как закалялось так. Я вам очень советую его прочитать. Горький очень много посвятил своих работ новому типу гражданина. То есть тип гражданина, для которого государство будет конечной целью. Ну, не держава, как в украинской пропаганде, как фетиш, да? А именно государство, то есть как инструмент управления вот этой вот моделью общества, да? Когда государство общается с гражданином напрямую. Вот вообще вся проблема несправедливости устройства со времен зарождения капитализма, это то, что между гражданином и государством всегда включаются какие-то посредники, которые снимают для себя экономическую прибыль, хозяйственную, финансовую. Как только у человека, у гражданина и государства включается прямая связь, политическая, экономическая, общественная, все сразу становится совершенно по-другому, да? Ну, как утверждает Вассерман, да, что современные методы и возможности информатизации позволяют между человеком и государством снять 90% или даже больше посредников. Ну, как это связано? Вот обратите внимание, модель, вот смотрите, советская модель экономики и хозяйства, мало того, что планировала до 5 лет вперед, так еще и с помощью Госплана понимала вплоть до единицы выпущенной продукции. Ну, сколько будет произведено пара галош? Другой вопрос, что оно плохо распределяло. Ну, вот Вассерман что говорит? Что современное вычисление потребность, ну, мощность вычисления позволяет понять реальную потребность рынка с точностью до потребителя. Ну, что это значит? Что и обработать на режиме реального времени. То есть, вот если вы, как потребитель, имеете вот пультик, да, мне не хватает сапог, еды и бензина, да, вот там, мне нужно 30 литров бензина, пара сапог на зиму и еще что-то, да? И вот это все можно обработать в режиме реального времени, чтобы понять реальную потребность хозяйства в необходимом количестве товаров и услуг. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы похерить модель потребительской экономики. Когда вам не предлагают товар и услугу, а предлагают образ товар и услугу. Покупайте айфоны, да, один, второй, третий, четвертый, пятый, да? К чему я это веду? Вот новый тип государства при современных методах информатизации сможет произвести такую же революцию, как сделала советская модель государства с помощью электрификации и тотальной радиотизации. Ну, как бы, тотального проведения радио, да? Потому что это для нас сейчас радио, это что-то музыку хируется, да? А тогда это было прямое общение государства и гражданина. Вот, Лампочка Ильича, вот почему, да? Даже вошло так в это самое. И радио, когда государство говорило, люди ж как, это ж было патриаркальное общество, они знали, что есть староста, есть какой-нибудь дьяк, которым вот прочитал где-то приказ о том, что что-то где-то кому-то положено, да? И начал на этом наживаться, да? А тут радио прямо говорит, что решением ЦК розничная цена на хлеб теперь не превышает 2 рубля 80 копеек. Опаньки! Да? Прямая взаимосвязь. На человеке уже никто не наживется, да? На этом несчастном, ну, крестьянин, завоспит. Потому что он слушает радио, он читает противную прессу, где все написано, как будет устроена наша жизнь. То есть установление прямой коммуникации между гражданином и государством позволяет ликвидировать массу посредников. А ликвидация массы посредников приводит к тому, что государство может сконцентрировать сверх капиталов. То, что мы говорили. То есть для реализации сверх проектов. Таких как БАМ, ликвидация безграмотности, электрификация, индустриализация и так далее. Вот. И, короче, на повестке дня стоит два вопроса. Вопрос номер один. Либо победит, короче, либо корпорации победят государство, и тогда, вот этот будет киберпанк, о котором мы говорили. Ну, тотальный Джонни Мнемоник. Ну, короче, битва престолов. Тотальная. То есть новое средневековье с корпорациями. Либо, либо появится новый тип государства. Так же, как это произошло в начале 20 века. Я утверждаю, что у России, во-первых, в силу наличия исторической памяти и того, что у нас не так давно был сверхгосударственный проект, потому что Советский Союз, как утверждает Зиновьев, это было не просто государство, это было сверхгосударство. Что это значит? Это значит, что вот есть государственный аппарат, да? А в этом государственном аппарате еще был интегрирован политический аппарат, который управлял тем, как надо управлять государством. Что это значит? Политбюро ЦК КПСС не руководило металлургической отраслью, оно руководило руководителем металлургической отрасли. Что это значит? Это значит, что вы можете подняться на уровень выше. Ну то есть, вот как это работает, например, на примере Казахстана. Там собственность обведена сам РУК-ИЗИН, это единый фонд, который управляет. Государство стоит задачи. Нам нужно сделать новый город, построить в степи новый город. Если вы это отдадите просто государству как управлению, то к чему это приведет? Монтажники повысят стоимость труб, все начнут рисовать сметы, каждая отрасль в отдельности. И в результате получится вот такое вот, ни туда, ни сюда. Там не будет канализации, здесь ее будет в два раза больше. Это как можно видеть на примере нашей застройки. То есть, города не развиваются, между улицами не заасфальтированы проезды. Но тем не менее, квадратный метр стоит там, сколько там, две тысячи долларов. Как это так? Ну вот объясните. Но это же с точки зрения развития, это же нелогично, правильно? Ведь если развивать, то надо же развивать микрорайонами, всю инфраструктуру. А это приводит к чему? Все вырезаются в уже действующую канализацию, ее прорывают, ну и все, оно другое поехало. Вот подход управления управлением, то есть сверхгосударственным подходом, оно позволяет проектировать. То есть, если тебе нужен город, ты меряешь его не в миллиардах рублях, которые тебе нужно взять в бюджете, а задачи. То есть, тебе нужно 10 километров труб, тебе нужно 500 тонн асфальта, тебе нужно 100 инженеров, тебе нужно. И таким образом ты собираешь эту конструкцию, что тебе нужно, и выдаешь задачи уже государству. Понимаете, да? То есть, орган этот некое, назовем его так, политбюро, да, управляет государством. Поэтому выжить в условиях мировой экономической войны помогут только модели сверхгосударственных. В принципе, у американцев тоже сверхгосударство, то, что мы говорили про эти 307, да, они выполняют эту функцию тоже условного политбюро. Но, как бы, это не наша модель. Ну, как бы, у нас другая модель, евразийская, она основана на том, что везде. Обратите внимание, Россия и Георуссия выжили в постсоветском вихре только те страны, у которых была общая евразийская модель построения государства и общества. Верховный правитель, который опирается на широкие народные массы, и боярик, которому он время от времени сносит голову, опираясь на волю народа, да, назовем его так. И там, где он больше сносит голову боярам, там самое эффективное государство, то есть Беларусь. Вот где больше всего дрючат бояр, опираясь на волю народа, там же самое эффективное государство. Как только Путин начал бояр, это самое, сечь, у него и рейдинг порос, и Крым класс сразу пришел, да? Вот, не был бы уничтожена модель, как бы, военная, которую запустил Сердюков, коммерческая, да? Не факт, что удалась бы Крымская операция. Ну, вообще не факт. Ну, вот, как мы могли видеть, действия российской армии в середине 90-х, да? Нет, ну, потому что самоочищение политического класса путем репрессий, персональных, тут же что очень важно, да? Сталину постоянно пытаются внедрить массовые репрессии, что значит, он как бы брал, и вот людей, значит, через мясорубку проваривал там. Нет, не все репрессии носили очень персональные, то есть провалено-посевное где-нибудь в Харьковской губернии, да? Значит, что? Значит, каюк всех, кто руководил посевной в Харьковской губернии, да? Или что-то там, проваленные какие-то сроки. Оно всегда персональное. И вот это вот евразийская модель. Я ее называю евразийской, потому что, наверное, в мировую историю такую первый раз внедрил товарищ Чингисхан. Что ему и позволило, во-первых, контролировать то, что мы говорили в первой части нашего общения. Весь торговый путь великий шелковый. Он именно построил такую модель, где был он верховный правитель. Где было как бы монголы, которые очень жесткому закону подвергались, да? И были широкие массы, да, вот его там, на которые он опирался. Вот. К чему я это веду? Нам будет проще построить сферы государства. Потому что финансово-либеральная мотивация в наших людей не работает. Это приводит к тому, что мы все разворовываем и продаем. Это можно как бы прекрасно увидеть. Это появляется стекло, диктон, металл, дорогие дома, но не подвигается ничего общественному. Поэтому, для того, чтобы выработать в себе чистоту понимания, нужно делать три вещи. То есть, первое. Помните, что жуковистика и агитация это на самом деле одно и то же. И вопрос вашей личной интерпретации. Вашей личной. Не что вам кто-то напел, а как вы это считаете. То есть, первое. Это значит, ваша позиция. Если у вас нет позиции по вопросу, то есть, вот, журналист, транзитно-агитатор, да? Если у вас нет личной позиции, лучше вообще ничего не пишите, ничего не изговоряйте. Вот реально, вот лучше просто промолчать и еще послушать людей, поучиться, почитать и так далее. Второй пункт, для того, чтобы выработать самую чистоту понимания. На наших глазах разворачивается мировая война, Первая мировая война XXI века. Это нужно всегда удерживать у себя в голове. Что идет жесткая конкуренция не на жизнь, а на смерть. Ну, на нашей территории, мы говорим на Евразии. Помните, ресурсы и торговые пути сухарбукой. Вот это нужно всегда удерживать в голове. Тогда вам будет понятно. Специально, Вартан Абертович, вас не было. Мы разгадали кроссфорд о прямой взаимосвязи, помните, да? Крымского кризиса и Кавказского кризиса, да? Вот пока большевиков пришло понимание, что это кризис, мировая война. Поэтому Закавказская федерация, которая смогла интегрироваться в уже новой, новая сфера государства. Потому что так же Крым. Вот Крым, пока вот этот головоломка не решится и не образуется какая-нибудь там Новороссийская конфедерация, назовем вот это так, проблемы экономические Крыма будут всегда оставаться. Ну, потому что степь моря, вы помните, да? Эта точка пересечения должна работать. Степь и море. Вот. То есть всегда удерживайте в голове XXI века. И третье, для того, чтобы сохранить чистоту понимания. Как мы уже сказали и говорили, значит, что будет конфликт внутри элиты, будет появляться новый тип гражданина, управленца, элитария и так далее. Вот вы должны всегда думать, о чем вы своими умозаключениями, выводами или аргументами помогли тому самому новому типу человека, который зарождается. То есть промышленным, индустриально-промышленным типом мышления. Человека, способного вообще что-то организовывать, создавать немотивированным, непотребительным. То есть чем вы помогаете новому человеку и гражданину. То есть, соответственно, когда вы формируете свой посыл, вывод, аналитику и так далее, в этом залоге, какое вы дадите новое понимание, чем вы этим поможете, вы сами становитесь таким человеком. Но, как известно, факт, для того, чтобы развивать физкультуру, нет другого выхода, кроме как заниматься физкультурой. Ну, можно, конечно, по телевизору болеть, где у вас ходить, там, и смотреть, но от этого физкультура вот только таким образом. И таким образом, это я первый раз рассказываю, как работает частота понимания. Если у вас есть позиция, и вы удерживаете вот этот вот трансфер журналист-агитатор, четко в голове, да, здесь, ну, и нормально, и не скрываете этого, и не боитесь. Если вы помните реальность мировой войны 21 века, что идет контроль за ресурсы и торговые пути, как всегда. Ну, и, к сожалению, из-за борьбы технологий, кроме военных, ну, наверное, военных, космических и атомов. Потому что все остальные технологии, конечно, очень сильные. Вот. И третье, вы должны, как диагент, который днем с фонарем ходил и горел и ищу человека, точно так же искать могут быть и гражданина, ну, и самим он быть. И вот если у вас будут эти три позиции соблюдены, с вами прибудет частота евразийского понимания. Я завершил. Спасибо большое нашему спикеру Семену Галу. Есть ли вопросы, господи? Вот у меня вопрос по Турции. Вот скажите, пожалуйста, к какому экономическому блоку, мастерская, кладовая можно отнести Турцию? И вот сразу еще один вопрос. Вот в контексте проектов совместных с Россией, которые реализовываются, энергетические, в частности, проекты, вот это некое политическое сближение, можно ли прогнозировать, что Крым, он мог бы, вот вы касались темы позиций Турции по Крыму, можно ли прогнозировать, что Крым станет впоследствии такой модель, ну, площадкой приоритетного сотрудничества между Турцией и Россией? Об этом разговоры ведутся в общем-то. Ну, знаете, посмотрите, как бы, Турция находится, как, буквально 20 лет назад Турция была на мастерской Европы. Вспомните, 20 лет назад люди ездили с баулами не в Китай на закупке, а в Турцию. Но, в силу того, что Турцию втянули в эту дурацкую, абсолютную игру под названием Евроассоциация, которая наступила раньше, там это производство, как бы, то есть они перестали производить уникальный продукт, каким бы он ни был, джинсы или джинсы, да, а превратились больше в сборочные цеха для корпорации. Там уже, как бы, много всего собирают, вот. Но Турцию ждет глубочайший кризис, глубочайший внутренний кризис, и он связан с тем, что, вот, как, у нас есть коммунисты, да, которые, типа, за справедливость, да, а у них за справедливость исламисты, потому что популярность того же ИГИЛа, и, как бы, кстати, и талибов в свое время, потому что люди живут в какой реальности? Тут у них, значит, зажраны баи, беи, беки, да, в Средней Азии, как она есть. Тут бывшие начальники советские, которые покойно сменили и стали, значит, великими националистами, да. И есть, в принципе, ребята, которые с оружием в руках борются за социальную, в том числе и справедливость, ну, потому что, как бы, в ИГИЛе все равны, они как, ну, во многом, как большевики, да. Поэтому Турцию больше всего трясет именно от этого. Потому что Турция тоже крупная капиталистическая страна со своей олигархией, с очень сильным расслоением, потому что есть три Турции, да, есть Стамбул, это финансовый узел, ну, наравне с Москвой, наверное, ну, такой крупный финансовый узел Малой Азии, да. Есть успешное побережье, где все работают в системе, как бы, ну, курортной, да, в Орлубе, да. Есть отдельные сборочные производства крупных корпораций, а все остальное Турция огромная страна, с огромной, в том числе, там сельское хозяйство, причем без рынка, например, российского, для северного, да. Я в этом смысле больше за чего, как бы, не то, что мы переживали. А у России все равно будет сближение с Турцией, потому что у России и с Турцией есть еще и близкие родовые травмы. Вот это для России Крым, да, а для Турции Северный Кипр, ну, на самом-то, конечно же. Ведь на самом деле в турецком обществе вопрос воссоединения с Северным Кипром, это был такой же вопрос, ну, как бы, патриотизма, да. В результате чего Турция испортила в хлам отношения с Грецией, да. И проект, например, Турецкий поток без России не решаем, так же, как Азербайджан и Армянский кризис. Потому что Россия это единственная страна, которая может, как минимум, усадить и гарантировать и Греции, с которой есть особые отношения и культурные, и религиозные, что немаловажно, и Турции, которой Россия, ну, имеет совпадение интересов, как бы, и общую платформу Черного моря. На самом деле, Черное море сейчас уже после Крыма разделено между Турцией и Россией. Ну, все. Больше никаких сфер влияния в Черном море, как и никогда, не было, да. То есть, ну, осталось еще остаточно, как бы, порты, которые нужно будет решать вопрос Одесско-Николаевской и Красноярской областей, да. А Румыния выпадает из этой схемы, в принципе. Вот, поэтому с Турцией будет разыгрываться эта схема. Я не думаю, что Турция будет инвестировать в Крым. Почему? Потому что турки сами с удовольствием займут рынок продовольствия Российской Федерации. А если крымчане будут щелкать клювом, как с херсонским, с херсонским, то точно так же через них пойдет транзитом турецкая и опять останутся только слезы. А можно ли всерьез опасаться, что Турцию Запад вынудит, заставит к санкциям присоединяться, вообще к антироссийским? Ну, знаете, смотрите, теоретически может быть все. Ну, практически, как мы видели реакцию Турции на войну Осетии и Грузии, когда они не пустили военно-морские корабли, не пустили через морозилы, да? Вот, это первое. Второе, как и была позиция по Крыму, да? Ну, я делаю вывод из того, что Турция скорее будет двигаться в сфере своих национальных интересов, потому что до этого показывал опыт, что они именно так и двигаются. Но то, что они сюда будут инвестировать, я не верю. Они будут свои продавать баранину и хурму и все остальное. То есть он может произрастать в Крыму. Так что крымчанам, на самом деле, нужно сначала здесь свое максимально быстро поднять сельхозпроизводство, заключить прямые контракты с северными регионами России, потому что это бездонная бочка. А потом уже лоббировать приследнения Турции и какие-то такие вещи. Национальный вопрос. Для себя следует подсказать по мобилиции в России. Национальный вопрос? Ну, честно, я считаю, что национальные вопросы не существуют. Ну, вот лично я считаю. Потому что нация в нынешних состояниях – это самоопределение. То есть пункт номер один. И мы можем видеть на примере его близкого всем нам украинского кризиса массу людей, которые русские, которые почему-то посчитали себя, что они украинцы. И наоборот. Масса как бы людей. Национальный вопрос – это вопрос исключительно языковой. И никакого национального вопроса, я считаю, не существует. А вот языковой вопрос существует. И просто равноправие языковое автоматически снимает национальный вопрос. Кстати, в этом смысле у Крыма есть отличный аргумент, который я всегда привожу за крымчан. И крымчане никогда не произойдут. Я считаю, что Крым должен постоянно тыкать Киеву на то, что смотрите, мы теперь в разных государствах, но у нас украинский язык государственный. А вы так и не смогли решить свой вопрос. Вот на самом деле есть только три государства в мире, где язык украинский государственный. Вот кто скажет три? Украина, Беларусь, Украина, Россия. Правильно, Приднестровье. Всего три государства, где есть украинский язык государственный. То есть, эти три государства являются в том числе и государством украинцев. Ну как? Если язык государственный, значит в том числе и государство признает этот этнос, эту национальность государствообразующий. Правильно же? Ну, как крымско-татарский. И мы признаем, что крымские татары это в том числе государственный этнос Крыма и соответственно России, правильно? Также башкирский, бурятский, и т.д. и т.п. В России около ста государственных языков. Около ста, кстати, и казахский является государственным языком в России, в республике Алтай. Об этом мало кто знает, но это только белорусский, я постоянно российским товарищам не тревожил. Что это такое? Почему нет нигде белорусского языка государства? На территории Смоленской области можно. Ну а какие проблемы там? Показать, что белорус тоже является, не жалко же, не жалко, правильно? И вот что получается, смотрите, вот национальный вопрос в евразийском прочтении, так я его прочитываю, смотрите. Есть проблема украинского национализма. Но есть три страны, три республики, давай так, республики, где украинская национальность является государство образующей. На примере языка. Это Крым, Приднестровье и Украина. Ну остатки Украины, да? Но там, где украинский язык развивается в ситуации равноправия, как в Приднестровье, три государственных языка, и в Крыму три государственных языка. И вот там, где украинский язык развивается на союзном принципе равноправия, там нет обострения национализма. А там, где он не развивается по союзному принципу, там, извините меня, обострение. Ну вот я предлагаю вот так обернуть эту тему, да? Чтобы с национализмом работать через принципы первожжения языкового равноправия. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос из Левитикова. Да, пожалуйста. Ну вот смотрите, из современных теоретиков, современного евразийства, нельзя исключать Дугина. Это так? Дело в том, что Александр Геевич Дугин, это, в принципе, метафизик. Ну вот это надо очень, как бы, я, политэкономик, он метафизик. Вот пусть будет так, ну оно так, наверное. Он сам об этом говорит. Да, он сам об этом говорит, да. Куда задвинули его? В смысле? Если так? Ну, если он ученый, который работает над этим вопросом, да? И государство декларирует какие-то проекты, да? Глобального масштаба. А одного из теоретиков куда-то задвинули. Почему-то. Ну, честно, я скажу. Ничего не можете, да? Я не знаю, как, ну, во-первых, давайте так. Современное государство, которое декларирует евразийство как государственную идеологию, только Казахстан. В России продолжает, к сожалению, рассматривать себя, я с моей точки зрения, к сожалению, рассматривать себя как больше европейскую страну. И в России, и в Москве политический класс больше интересует, что они думают в Брусселе, чем в Пекине, да? И в командировке с большим. Ну, то есть Россия, к сожалению, еще не пришла на уровне политического класса к осознанию себя как евразийского государства. Хотя две трети находятся в Азии России. И только одна треть находится в Европе. Но не суть. Что касается Дубьина, Александра Георгиевича, да? Он, во-первых, метафизик. А метафизика это все-таки не очень экономически. Ну, то есть это отдельная вообще сфера смыслов, которая как бы, ну, это надо быть Сталином, чтобы уметь использовать метафизику. Ну, как Булгакова. Для того, чтобы использовать Булгакова в нуждах государства, надо быть Сталином. Вы думаете, что лучшие люди осваивали такие бескрайние просторы ради нового шелкового пути, который по вашим рассказам сейчас выстраивается? Ради метафизики выстраивали, наверное? А я не спорю с этим. Нет, просто комментарий хотелось. Нет, 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 смотрите, еще раз вам говорю. Экономическая модель ЕАЭС, которая реализуется у нас сейчас, это модель сугубо капиталистических форм производства. У них нет ничего ни нового, ни старого. Это просто позволяет нам сымитировать каркас торгово-экономических отношений. Все, ничего. Вот как бы не надо в них искать ничего экстраординарного, да? Пытался искать в этом экстраординарное товарищ Назарбаев, да? Ну, последний. Он просто интересный политический деятель. Его всегда интересовала и политэкономия, и идеология. Он пытался всегда это сшить, да? Но ему удалось удержать государство за счет этого. За счет этого шпагата. А вот как бы в России вообще не востребована идеология как такова? Ну, вот как идеология. Ну, реально же не востребована? Ну, вроде как ищут. А в чем она называется? Да я не знаю, сейчас такая тенденция. Вот вы как бы подтверждаете прошлое наглядно, пытаются Гумилева скрестить с Зиновьем. То есть кучу денег на это выделяют, пропаганду какую-то там. Ну, я замечаю такое. Я что-то как-то это не вижу. Да. Нет, дело не в деньгах. Нет, я не в деньгах говорю. Я имею в виду какие-то выплаты теоретические. Ну, работают же, вы же согласны, что над метафизическим вопросом сейчас власть взялась. Как? Нет? Так на каждом вузу задаются вопросы. Новая русская идея. Встреча в Путина. Сестра, сестра, Россия, старшая сестра Китая. Мы должны предложить миру новую идеологию. Я понял, о чем вы говорите. Смотрите, действительно элитные власти и политический класс чувствуют вакуум идеологически. Они это чувствуют. Они пытаются вакуум заполнить всякими симулярами. То Единой России, то там план Путина Победа России, потом там Крым Наш. Ну, это же, понимаете, вот если бы товарищ Сталин проводил бы компанию Крым Наш, например, да? То здесь уже все стояло бы в строительных лесах, да? И разогнаны были бы, снесены были бы нафиг все эти самостроенные. Так а что строили бы? Там уже возводились. Вы выдаете ощущение пустоты медийной, которая заполняется вопросами, что делать. Я же утверждаю, что идеология это не что делать знак вопроса, а что делать пункт 1, 2, 3, 4, 5. Понимаете, да? То есть я считаю, что политический класс находится на этапе что делать знак вопроса, а нам нужна идеология. Я утверждаю, что в наших нынешних условиях, о чем я вам как бы три часа рассказывал, уже не что делать знак вопроса, а что делать двоеточие и 8 пунктов. Вот, понимаете, да? То есть я считаю, что мы опережаем. Мы конкретно в данной аудитории, мы сейчас интеллектуально опережаем государственную пропаганду. Почему? Потому что мы пытаемся понять, что делать по пунктам, а не что делать вообще. Ну и вот, собственно, есть прямая модернизация строения человека с чистым человеком. Да. Ну и что делает знак вопроса? А вот я вот вижу вот это, и сижу из того-то, и понимаю, что делать надо вот это, вот это, вот это. И есть новый тип отношений. Ну тогда вот вопрос следующего, а не является ли обязательным для внукновения такого типа человека, такой формат, для его инфекции, для внукновения его, серьезного работы с собственной инфекцией, обязательно серьезный внешний пункт в виде пользования и обязательное ограничение, примутительное ограничение победительских. Я думаю, мы к этому придем, как бы, и придем в силу того, что наши элиты не успеют сменить вектор финансовый на хозяйственный, и поэтому будут возникать дефициты, будут возникать как бы дисбаланс церкви, люди просто не смогут себе это позволить, да. Ну я думаю, что мы через это пройдем, ну а на самом деле рывок Советского Союза, индустриализация, без гражданской войны, как бы, была бы, кстати, Турция точно так же рванула после гражданской войны, США, весь, все восхождение США, это результаты, как бы, ну это стыдно, пока гром не дрянь, не будет, что с этим делать. Спасибо нашему блистательству. А, коллеги, пока мы не зашли, сейчас напишу свои контакты, чтобы просто добавляли. Добавляйте себе на фейсбуке. Следующая наша лекция мартовская будет в 20-х числах, и у нас будет медиаправо адвокат Саки Горбинян. Следите за анонсом. Спасибо. Вам спасибо огромное. Семен Уралов в фейсбуке. С.Ю. Собачка, однако, точно мой. По нему имени. Ну и телефон. С.Ю. Продолжение следует...